Вопрос к вам как к специалисту. Когда расцвел рэкет еще в советское время, в разгар перестройки и после, соответственно, правда ли, что все крупнейшие криминальные авторитеты и лидеры бандитских формирований были агентами Комитета госбезопасности? — Либо милицейскими, либо комитетскими. Я приведу вот такой еще пример. Общеизвестный, скажем, повелось, условно говоря, о лихих 90-х, да и сейчас это употребляется. Например, крыша. Когда криминальные структуры, крыша — это термин спецслужбы. Крыша — это что? Работать под крышей, то есть под прикрытием. Крыша. Термины. Бригада. Вот у них там эти, так сказать, молодцы. Бригада. Бригада — это бригада наружного наблюдения. На машине 4-5 человек. Вот ответ. Терминология даже оттуда пришла. — То есть крутые вот эти ребята, которые были грозой вообще целых городов и регионов, были просто агентами спецслужб или милиции? — Или милиции. Дело еще и в том, что, опять-таки, вот это такое, так сказать, условно говоря, социальное, не знаю, институт его назовут, или как, или социальное явление, воры в законе. 100% агенты. Потому что они прежде всего устраивали всех. Партийные органы, милицию и тот же комитет. Прежде всего, на местах. Посредством этих воров в законе контролировались криминальные ситуации в регионе определенном. — Воры в законе — все агенты. — Не все, но большая их часть, однозначно. Как иначе? А через них опосредованно. И действовала и милиция, и госбезопасность. Поэтому, когда какое-то происходило, так сказать, громкое уголовное преступление, довольно быстро выяснялось через них, кто и что. Поэтому чужаки, как правило, в регионе не появлялись, если бы их быстренько сдавали милиции. А сами делали свои дела. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...